Здравствуйте! Мы продолжаем наше обещание в интернете. Украла FTV студия. Михаил Кухарь у нас в гостях. Здравствуйте, Михаил. Мы как-то все говорили в прошлый сезон, я бы так сказал, о предстоящих нам испытаниях в серьезных финансово-экономической сфере. И вот сегодня я читаю буквально сообщение, все читают, что отпущен курс гривны и отпущен курс рубля. Какое-то такое наше совпадение. Может быть, вот с этого, с какого-то финансового впечатления мы начнем? Ну, конечно же, как и в отношении рубля, так и в отношении гривни. Я, с вашего позволения, больше буду говорить о гривне, потому что состояние экономики России — это отдельная большая интересная тема. Нас больше интересует, что будет с нашей страной. Отпускание курса в свободное плавание — это всегда очень важный шаг со стороны Центрального банка. Вообще, наш Центральный банк уже по факту признал, ну, очевидную вещь, что гривня находится в свободном падении. Почему это произошло? Сейчас модно все экономические процессы объяснять, интерпретировать с оглядкой на военные действия. В терминах войны, военного времени даже. Да, ну, что же вы хотите, у нас война. Ну, бюджет на треть не заполнен, что же вы хотите, у нас война. Инвестиций нет, что же вы хотите, у нас война. Но с курсом происходит непонятно что. Банковская система находится в состоянии комы, что же вы хотите, у нас война. Но, на самом деле, справедливости ради стоит отметить, что, конечно же, война — это стопроцентная эскьюзм. Ну, пока идет война, даже в той терминологии АТО, я не силен в военной терминологии, но для нас, экономистов, экономика работает абсолютно по лекалам войны. То есть, никто не инвестирует. Это правда. Даже если бы правительство действовало идеально, начиная с февральской революции... Уже год скоро будет праздновать-то. То все равно никакого притока инвестиций не было бы, и однозначно был бы отток национального капитала, который фактически сейчас и происходит. Но в состоянии финансовой системы, в состоянии банковской системы, справедливости ради следует отметить, что банковская система уже погрузилась в кризис, с которого она и не выходила, еще в декабре прошлого года. А это произошло во время событий Майдана. Как я уже говорил во время нашего интервью год назад, что убийство банковской системы своей страны — это родовое пятно любой революции. И тут дело, кого объявлять в этом виновным, это дело политического вкуса. Ну, там, в октябре 1917 года в Петрограде успешно объявляли, что банковские не работают, и виноват в этом кровавый царь Николай II. Но, конечно же, не народная революционная масса. Виноваты мы все с вами. Мы украинцы, которые все побежали дружно в банки и захотели снять 100% вклад. Ни одна банковская система, включая Соединенные Штаты Америки, не выдержит обращения 100% вкладчиков. Нам, собственно, стая не понадобилась. Как с этим бороться, это тоже описано. И, к сожалению, нынешний кризис удивительно напоминает по всем своим признакам. То есть он является уже третьим в череде подобных кризисов. Аналогичную ситуацию мы обережали в 2004-2008 годах. Притом, в 2004 году Украина блестяще вышла из такого рода финансово-банковского кризиса. Тогда нацбанком руководил Арсений Петрович Яценюк, который у нас сейчас премьер. Я почему-то был абсолютно убежден в марте, когда сменилась власть, что он воспользуется все теми же методами и успешно вернет контроль над финансовой ситуацией в стране и сейчас. Но этого, к сожалению, не произошло. Речь идет о двух механизмах. Вот посмотрите, когда вкладчики обращаются в банки с чувством нестабильности, а война — это, безусловно, нестабильность. И это дело политического вкуса. Опять же, с точки зрения политической, я не политолог, я не буду комментировать поведение электральных масс, я плохо в этом разбираюсь, но с точки зрения независимых экономических агентов, население вело себя логично. Возникла угроза курса. У банков, банки, действие того, что не вернут вам ваши же деньги, значит, нужно пытаться забрать их побыстрее из банков. Что сделал Яценюк в 2004 году во время Оранжевой революции и что идеально спасло систему? Я напомню, что из Оранжевой революции, когда тоже у нас два месяца стоял Майдан, а банки фактически едва ли не закрылись в стране, курс с 5,3 улетел на 10,12 в Донецкой и Луганской областях, севратистских, а по стране был 8-9 гривен за доллар. Контроль над финансовой ситуацией был возвращен буквально в течение 10 банковских дней всего двумя методами. Первый – это мораторий на выдачу срочных вкладов и частичный мораторий на выдачу текущих. Например, система понимает, что безинфляционный отток это мы можем выдавать по текущим карточкам по 1000 гривен в день, не больше. Это продлится какое-то время. Это общая горь, но тогда все вкладчики в равных условиях. Не тот, кто первым добежал, снял свои 250 тысяч гривен, а кто-то не может снять даже 250 гривен со счета. Все в равных условиях, получают по 1000 гривен. Я хочу напомнить, что мораторий был тихо и без официального объявления снят на второй день после инаугурации Ющенко, и этого даже никто не заметил. Потому что отток вкладов составил 0,7% от общего их количества в течение месяца после снятия мораторий. А дальше рынок вообще успокоился, ставки традиционно высоки в Украине по депозитам. Люди опять стали доверять банкам. Почему этого не было сделано сейчас, для меня загадка до сих пор. Но нет сомнений в том, что избранный метод предоставить банкам более 100 миллиардов гривен рефинансирования, а у нас, напомню, было 440 миллиардов гривен на депозитах во время Майдана, это 55 миллиардов долларов денег населения Украины. Это огромная сумма. Четвертая сумма уже вынесена из банков, поскольку фактически напечатали 110 миллиардов гривен. В виде рефинансирования дали их банкам. Банки выдали депозиты, но все равно не все. То есть трое из четырех вкладчиков по-прежнему остается без денег своих сейчас. И, к сожалению, вынуждены констатировать с достаточно малыми шансами вообще их получить когда-либо. Зато, получив наличные гривни, люди, конечно же, толпой отправились в киоск. Киоски не рассчитаны, но такого количества наличных долларов у банковской системы не было. Поэтому мы получили то, что мы видим сейчас. Не то, что высокие курсы или двое курсов, а просто физическое отсутствие долларов. Физическое отсутствие наличных долларов. Дальше Нацбанк стал этим. Я напомню, что Яценюк это успешно преодолел при помощи всего лишь одного инструмента, который с тех пор вообще взят на вооружение Международным валютным фондом и описан в кейсах в Вашингтоне. Так сейчас рекомендуют всему миру, в Латинской Америке, лечить свои курсовые кризисы, как это успешно сделала Украина, просто блестяще, не побоюсь. В 2004 году? В 2004 году. Яценюк стал устраивать прямо в Нацбанке аукционы по продаже наличной иностранной валюты. Банк, хотите купить 30 миллионов, 100 миллионов, 150 миллионов, пожалуйста. И прямо из хранилища, броневиками, инкассаторскими машинами развозили, подкрепляли все киоски. Поэтому доллар был. Поэтому курс 8, 7, 6, опять вернулся на 5,3 буквально за неделю. Ну там, в отдаленных регионах за 10 дней. А почему же сейчас так все трудно? Я до сих пор поражен. Почему? Ни моратории, ни проведение наличных аукционов, как финансовые инструменты, не были использованы. С депозитами что-то сегодня уже прошла информация, что там не будут их выдавать. Внепланово, да? То есть нужно будет дожидаться какого-то периода. Как срочные вклады были сейчас с депозитами. То же самое. Ну, я объясню для зрителей, что вы говорите о мерах, о том, что они ввели частичную мораторию. То есть на выдачу срочных вкладов. По текущим вкладам ограничений как бы нет. Но вы попробуйте в большинстве банков снять с карточки больше, чем 300 гривен. Ну, просто попробуйте. Ну, я, например, являюсь клиентами двух банков, где мне это не удается сделать уже несколько месяцев. Да, так вот, мы оказались в ситуации, когда банковская система находится в состоянии клинической смерти. Я не хочу пугать зрителей особыми цифрами, но сколько банков у нас уже нездорово. Но, по сути, 8 из 10 банков страны, я не думаю, что их вообще что-то может спасти. Как в такой ситуации поступать, это описано в мировой экономической истории. Первая реформа, которая нам нужна, это не судебная, не военная, не парламентская, не какая-либо еще. Нам нужна реформа, которая называется реструктуризация финансового сектора. Мы должны отделить те банки, которые еще живы, от тех банков, которые де-факто уже мертвы. Что с ними дальше делать? Здесь уже есть ряд инструментов, из которых можно выбирать. Например, когда Соединенные Штаты оказались в подобной ситуации, когда они поняли, что триллион долларов токсичных активов находится на распределении по всем банкам, и вся банковская система Америки должна в следующие 5 лет работать в убыток, просто чтобы покрыть эти долги. Это если доживет эти 5 лет. Там был план Полсона, они напечатали этот триллион долларов, скупили у банков все плохие, так называемые, токсичные активы. Разместили их в одном финансовом учреждении и более-менее похоронили это учреждение. Это в каком году было? Это было в 2007 году. У нас это называлось ипотечный кредит в Штатах, который пришел к нам в восьмом виде волны мирового финансового рейса. Боюсь, что хотим мы это признавать или нет, у нас уже есть проблема, которая называется счетбанк номер 2. То есть мы уже на хозяину валы за последний год на то, что нам придется вот тем 300 миллиардам вкладчиков, ну вкладчикам это порядка 15 миллионов человек, которые держат 300 миллиардов гривен еще в банках, объяснять, реструктуризировать, что они не сразу получат свои деньги. То есть фактически в монетарной системе их уже нет. А вопрос их фактического списания из системы балансов украинских банков, это вопрос вот этой вот первой же реформы. Почему я говорю, что нужно это сделать и хотя бы четверть банковской системы, у нас в конце концов 130 банков. Можно было бы 25% из них искусственно назначить живыми, а остальных все-таки придется хранить. Потому что в стране есть здоровое предприятие, но ваша телекомпания платит зарплаты своим работникам. Вот вы сейчас положите деньги на расчетный счет, у вас нет никакой гарантии, что они дойдут до зарплатных карточек ваших. Ну а почему? Ведь вы получаете деньги от рекламы, вы в конце концов экономически здоровые единицы украинской экономики. Так вот у вас сейчас нет предприятий, которые еще живы, нет банков, к которым они могли бы безболезненно обратиться и получить элементарные финансовые услуги. Я даже хочу сказать, что сейчас в Украине начинает развиваться сеть имитирования карточек, кредитных карточек, виза, мастер-карт иностранных банков. Эти центры полулегально существуют прямо в Киеве. Один из них находится прямо на улице, где находится ваша телекомпания, не хочу называть адрес. А что это такое за имитационные карточки? Ну понимаете, представьте себе представителя среднего класса Киева, который зарабатывает там предположим тысячи долларов в месяц. И он привык с карточки их тратить. Так вот его карточка украинского банка уже пятый месяц ему не позволяет это сделать. Ну а он, например, хотел бы поехать с женой в Египет отдохнуть. Ему, ну, есть ситуации, в которых в современном мире для людей деньги на карточках нужны. Так вот люди начинают ложить деньги на карточки в иностранные банки, потому что украинская банковская система уже не может давать элементарные сервисы. А это уже гири на ногах, и это уже тот балласт, который необходимо сбрасывать. Хоть как бы это не было болезненно, но некое количество здоровых банков просто является необходимым условием для выживания остальной части экономики. Но я уже не говорю о расчетных счетах. Вот, ладно, мы не можем аккредитоваться ни под большие проценты, ни под какие, ни в одном банке. Но можно быть уверенными, что деньги на расчетном счету, ну, будут перечислены вовремя. Нет, нет такой уверенности сегодня. Поэтому реструктуризация банковского сектора – это назревшая мера, которая стоит сейчас номер один. План реформа номер один, пункт номер один. Возвращаясь к вашему главному вопросу в отношении курса. Мой прогноз в отношении курса до конца года – это 18 гривен за доллар. Возможно, падение будет мягче всего лишь до 16, потому что фактор, о котором говорят сейчас многие банкиры, что население свойственно делать декабрьские покупки у нас, как и везде в мире. Это связано с тем, что население обладает определенным количеством сбережений долларовых, потому что все же ушли в наличный доллар. Они будут менять, чтобы делать подарки новогодние, и это как-то смягчит давление на курс. Но вообще вот это отпускание курса для меня означает 18 к концу этого года. Поэтому я ехал к вам, слышал в новостях, что Гондриева сегодня заимела, что они взяли для бюджета расчетный курс 12.95. Но я думаю, что это не просто оптимизм, а одно такое… Героический оптимизм? Да, боюсь, что он не героический, боюсь, что он уже не очень компетентный. Вопрос, почему страна не хочет воспользоваться опытом одного из… 2014-2015 года, немножко другая стация, потому что там мы же воюем, полгода уже воюем. Прямо скажем, опытом Яценюка, который это сделал своими руками. Эта фамилия так часто звучит в студии, что я понимаю, что все-таки Арсений спасет Украину, если вот только он займется снова банковской деятельностью, а кто же будет заниматься уже по-прежнему премьер-министром? Вы меня можете не подозревать в предвзятости, я вам честно скажу. Я не голосовал за его политическую силу, но я не могу не признать его заслуг как государственного финансиста, экстракласса, который спас страну в 2004 году. Я не знаю, как у тебя, но очень много же смотришь фотографии, почему-то в Facebook в том числе, и разный там Путин появляется, то на лыжах, то на самолете, то где-то там… Мы сейчас будем обсуждать фотографии Путина. Сейчас просто я хочу сказать о одном образе Путина с огромным золотым слитком в руках. Что такое золотой запас государства с точки зрения запаса Украины? Что делать нам с золотым запасом? Он как-то же скудеет, да? Вообще он есть в стране, золотой запас? Во-первых, он есть. Он по международным стандартам недостаточен. То есть он примерно на 40% ниже, чем минимальный уровень для такой страны и такого объема экономики, как наша. На сколько процентов ниже, я прошу прощения? На 40%. 40%. Да, он должен покрывать трехмесячный запас критического импорта, а у нас покрывается словно двухмесячный. Хотя это тоже условность. Критический импорт всегда делали критические импортеры за свой счет. Фармкомпании импортеры покупали, не обращаясь к резервам. Фармакологию, бензин, нефтер. То есть золотовалютный резерв не играет такой роли? Нет. Потому что реклама была такая, что Россия растет. Знаете, за 20 лет вообще ни одна из стран мира не использовала золотовалютные резервы для закупки критического импорта. Но для того, чтобы получить нормальный, хотя бы приемлемый, но не дефолтный уровень кредитного рейтинга и претендовать на получение международного финансирования, без которого мы, конечно же, не выберемся с той глубокой ямой, в которой мы оказались. Сначала благодаря революции, потом благодаря интервенции внешней, военной. Безусловно, нам придется очень серьезно залезть во внешние долги и разделять оценки, что если мы правильно будем заимствовать, то мы через три года проснемся в стране, у которой внешний долг превышает 100% ВВП. А это при ставках за обслуживание. Мы же не можем заимствовать под 1,5% годовых, как и Америка. Поэтому для нас ставка обслуживания нехорошо, если будет 5-7% в год. А 5-7% в год, это значит, что если у нас... А у нас лучшие годы, экономический рост составляет 5-7% в год. Поэтому, грубо говоря, в следующие несколько десятилетий нам придется жить, но все, что зарабатывает экономика, отдавать на выплату процентов, по внешнему долгу, который составляет 100%. Это означает, что дефолт неизбежен, потому что экономика работает только на внешних кредиторах. Это следующий прогноз, то есть 18 доллар и дефолт неизбежен, следующий прогноз. Дефолт неизбежен вообще для страны Украины, потому что у нее нет шансов не одалживать деньги. Если она переберется за критическую черту сначала 60, а потом 100% от ВВП, что уже суровая реальность. Посмотрите, чем страшно вот это вот колебание курса. До революции у нас ВВП нашей страны составлял 170 миллиардов долларов. После девальвации до уровня 13 он уже составляет 90. Теперь, поскольку мы видим, что реальный курс 14,5, приближается к 15 на черном рынке, то мы должны четко давать себе отчет. ВВП страны уменьшилось в два раза. То есть все стали беднее в два раза. Поскольку процесс девальвации не завершен, потому что четверть нашего экспорта, то есть валютных поступлений в страну, составляли экспорт в Российскую Федерацию, это порядка 24 миллиарда долларов, то я думаю, уже самое время пришло нашему правительству садиться и писать стресс-тест, когда экспорт в Россию упадет до нуля. Ну, ясно, что он не упадет до нуля, условного, но если он оставится 3-4-5 миллиардов вместо 24, то это то же самое. И вот эти 20 миллиардов, их нужно будет залатать не один год, но их нужно каждый год откуда-то брать, кроме того, что мы зарабатываем, еще где-то обложим 20 миллиардов. Ну, продавать, реализировать, ГТС, наверное, продавать, да? Что с ГТС будет? Это большой следующий вопрос. Я просто договорю предыдущую мысль, что... Еще выход какой-то сразу в ситуации. Почему мы вынуждены залезать, будем внешние долги, это неизбежно. Это не хорошо, не плохо, это просто неизбежно. И, как говорит один известный финансовый аналитик России, Слава Рабинович, я не говорю о том, что может быть, я говорю о том, что не обязательно будет. Мы каждый год где-то должны брать или 20 миллиардов долларов, а ясно где, но это только в кредит. И тогда мы упираемся через 2-3 года в 100% ВВП внешние долги. И тогда уже нам никто не дает в кредит, нисколько, ну, даже 2 рубля, не говоря уже 20 миллиардов. Или мы каждый год делаем вот эту двукратную девальвацию, пока экспорт не выравняется с импортом. Главный переходник к либерализации экономики. Вы же сторонник такой, ноолиберальной все-таки, модели экономического развития нашей страны, в том числе, да? Да, я сторонник либеральной модели. И поэтому нужно все приватизировать, реприватизировать, вообще ГТС быстрее пристроить. В кризис, как раз тот период, когда эти более военные действия, когда все либералы признают, что наступает время мобилизационных технологий, и здесь роль правительства не просто высока, она единственная. Возможно, правильным решением было бы, даже скажу такое страшное слово, национализировать те банки, что окажутся плохими. То есть вот те 50, 60, 70 банков, не знаю сколько, это нацбанк предстоит решить, принять это сложное решение. Которые, ну, которые окажутся в токсичной зоне, которые, ну, не надо спасать за счет гиперинфляции для всего населения страны. Печатать для них всех денег. Пускай лучше, ну, они умрут. Так вот, часть их портфелей все-таки вернется, ну, где-то 50% кредитов, где-то 70%. Так вот, эту часть необходимо бы национализировать, потому что если мы даем рефинансирование за счет государственных дел, так проходит и в Америке. Умные государства взамен берут акции банков. А что взял Кубев, акцию какого банка, хоть одну, направил 110 миллиардов гривен. Ну, наш бюджет уже мог бы быть обладателем третьей банковской системы страны, иметь контрольный пакет этих банков. Напомню, какие его действия были, за что его не просто критиковали, а, собственно, поменяли же, да, на переправе там, эту лошадочку. Он просто направил одному банку какую-то кругленькую сумму. Нет, я не, нет, то, что вы говорите, это некорректно, значит. Главное, ну, что значит одному? Там несколько десятков банков, которые получили рефинансирование. И каждый случай отдельный. Иногда надо, ну, вполне плавномерно давать. Я говорю об экономических принципах. Ну, ты что, один вопрос, Михаил, знаете. Первое. Когда предоставляется рефинансирование? Ну, глупо не брать в залог акции этого же банка. Второе. Украинский, ну, параллель с 2004 годом четко показывал, что первое, что должен делать центральный банкер страны после смены власти, и имея на руках вот такое тяжелое финансовое положение, это ввести мораторий на выдачу вкладов и проводить немедленные наличные интервенции на рынок, чтобы не рушился наличный курс. Ни то, ни другое не было сделано. Мы уж повторяемся. Для меня до сих пор нет. Я думаю, что вот хорошее слово национализация, Михаил. Некорректный вопрос, и, в общем-то, все просто люди реагируют же как. Национализация, это как минимум нужно национализировать какую-то собственность семьи. Вот почему это не происходит? Вот как-то это сложно объяснить доступным языком? Имеется в виду семья Януковича, конечно, да? Это объяснить сложно, но можно. Во-первых, национализировать можно то, или приватизировать, или захватить, или каким-то другим образом, ну, получить, забрать себе или отдать народу. Что вы видите перед собой? Вот эту этажерку вы видите? Вот, наверное, вы можете взять ее так в руки, вынести из студии. Ну, то есть, вы ее видите. Когда мы употребляем фигуру речи «деньги семьи» Януковича, как вы уточнили, то мы имеем в виду с некой мифологемой. Ну, я на уровне линейной логики, как и вы, убежден, что где-то есть, наверное, у Януковича деньги. И, возможно, даже немалые. Скорее, немалые, чем малые. Но показать пальцем на какой-то актив, который может быть арестован, или на какую-то пещеру, где лежит гора Нала, ну, я думаю, за год, если бы такое обнаружилось, то уж, ну. Ну, нашли Межигорье. Вот Межигорье видно, его можно национализировать, можно продать еще. Что-то еще. Народу мало. Гараж этих элитарных машин, что-то еще. Остальные деньги, ну, я не вижу. Например, конечно же, этом уже в области политики лежит решение. Но посмотрите, какая создалась интересная ситуация. Вот у нас сейчас пустые газовые хранилища. Мы из последней рубашки вылезаем, сложнейшим образом проводим переговоры с Россией. Россия упорствует, она чувствует слабость нашего положения и силу своего насчет закупки вот этих критических 5 миллиардов кубометров газа. Ну, это, само собой, еще 2 миллиарда с половиной долларов, которых нет. Ну, то есть, или из резерва брать, или неизвестно где. Нефтегаз, который должен 8 всему миру, понятно, что он такие деньги даже не может взять в кредит. Ему ни один банк мира, ни Дойчий банк, ни один банк нашему нефтегазу не одолжит даже 10 тысяч долларов, не говоря уже миллиардов. Потому что у него нет уверенности, что нефтегаз не пустит его на погашение предыдущих долгов. То есть, компания тоже фактически банкрот. Соответственно, кому можно дать в Украине этот миллиард долларов, кредит Евросоюз собирается выделить для закупки этого газа? Но, наверное, частным трейдером мы подписали третий энергопакт. Потому что какая-то была хитрая схема, что вообще не дают Украине, а сразу как-то России он перезагонит. Ну, теперь вынуждены строить такие схемы. Хотя, честно говоря, это средневековье. Ну, кредит это кредит. И тогда ответственностью Газпрома перед немцами, тогда мы вообще ни при чем. Это наш газ, наша территория. А мы сейчас его продадим, неизвестно кому. А с нами вообще не рассчитаются. Придут немцы за своими деньгами, что мы им скажем? Ну, должен быть украинский субъект, понимаете? Ну, я хотел бы, чтобы он был. Если бы русские с немцами могли по телефону договориться, и в Украину пошел газ, то они бы, наверное, так и сделали. Но немцы, наверное, не хотят давать деньги в пустоту. К тому же, не просто в пустоту, а в черную дыру, где идет война. И все-таки, все-таки, вот как же быть... Но, это возвращается к деньгам Януковича. И вообще всей прежней власти. Страшные деньги же регионов. Где пещера? Мы ведь понимаем прекрасно, что у нас есть... Но основные средства же есть, какие-то заводы, как минимум, все же так контролировалось. У нас, ну, слушайте, заводы стоят на месте. Ну, выручка идет. Просто что, ну, большинство хозяйственных связей не оборвано. Слава богу, Ахметов, ну, героически сохраняет жизнеспособность своего промышленного комплекса. Хотя у него половина уже на оккупированной территории, а половина электростанции без угля. Но вы правы, Андрей, абсолютно в одном, что за границей сидит Янукович. Ну, при том, не за границей, а конкретно в России. За границей сидят и люди Януковича. Вина Януковича, предположим, ну, очевидна. Вина остальных людей не доказана. Их всех пресса обвиняет в революционном запале, ну, в связях с Януковичем. Простите, с Януковичем были связаны абсолютно все олигархи, кто хотел заниматься крупным бизнесом в Украине. Точно так же, как абсолютно все крупные бизнесмены были до этого связаны с Кучмой. И не могли без его благословения, и как тоже писала пресса, коррупции, вообще заниматься ничем. Тот же Коломойский не меньше был связан с Януковичем, чем, например, Курченко. Поэтому, если говорить «де юре», то мы имеем в Украине 5-6 миллиардеров, которые покинули страну. И, как мы логически делаем вывод, вместе с деньгами покинули страну. В стране сейчас критически не хватает даже одного миллиарда долларов. А у ряда этих людей есть горячее желание вернуться и продолжать заниматься. Но этого уже мы не хотим. А это уже вопрос политологический. Мы хотим, ведь вопрос амнистии капиталов, чтобы, ясно, что иностранные инвестиции не придут, но, может быть, наши миллиардеры, которые просто испугались того, что просто ворвутся в их дом хулиганы сбитыми и забьют их, они, конечно, уехали и вывезли семью. В принципе, и это речь идет не только там про 5-6 топ-олигархов. Это сотни бизнесменов города Киева, которые посчитали, что они могут быть в чем-то обвинены, в какой-то близости к партии регионов. Например, они родились в Донецке. Ну, извините, но в феврале это уже был приговор. Ну, если я бизнесмен, мой бизнес – поставка шахтного оборудования, я живу в доме, накончиваясь в центре Киева, то я просто никак не могу оправдаться перед толпой. Обязан все отдать восставшему народу на разграбление. Ну, так, как вы говорите, к сожалению. Поэтому обращаю ваше внимание, вопрос об амнистии капиталов до сих пор не стоит. Стоит другой вопрос. Очень интересный вопрос такой. Противоположный. Люстрация. Мы хотим все-таки их догнать, найти, где они находятся. Мы хотим всех их видеть в тюрьме. Мы не хотим видеть их деньги, работающие на Украине. Мы хотим, именно их физические тела должны находиться в тюрьме. Вот чего мы, трудовой народ, хотим. Я, с моей скромной экономической точки зрения, это ошибочный подход. Но, очевидно, политическая реальность сегодня такова. Михаил, последний вопрос. Можно ли сквозь призму политэкономической представления о том, что происходит в стране, или даже через эту оптику финансового экономиста, посмотреть на ситуацию на Востоке? После того, как там были незаконные выборы проведены, и сейчас собираются в Минске переговоры проводить тоже, и даже выбраны с их стороны уже переговорщики. Вот что там происходит, и куда это все идет с точки зрения, опять же, движения финансовых потоков и так далее? Ну, это очень больно вообще об этом говорить. Но, понятно, что ни один гражданин Украины не может испытывать никаких эмоций, кроме гнева и попранного достоинства. Но то, что происходит с нашей страной, в частности, на Востоке, сложно комментировать только в вырванном экономическом контексте. Но все-таки скажу. На сегодняшний день территория Донецкой и Луганской области – это территория, где отсутствует денежно-кредитное обращение. То есть буквально не ходят деньги. Деньги закончились. Малый бизнес, который продавал еще какую-то мивину в каких-то киосках, в этих городах, пока население не дотратило гривни с последних пенсий и зарплат украинских, которые было у них на руках. Сейчас население уже дотратило эти деньги. Еще раньше деньги закончились у боевиков. Они же начали… Там же ума палата еще побольше, чем у наших. Там же совершенно низшие, не побоюсь этого слова, неандертальцы экономические. То есть время от времени мы читаем заявления лидеров ЛНР, ДНР, что надо все реприватизировать, что надо раздать народу. А Губарев выступает с какой-то программной статьей, что неплохо бы в ДНР выдавать кредиты вообще без процентов. Только непонятно, что будет эмиссионным центром для таких кредитов. Ну, в общем, чушь такая, что даже не хочется обсуждать. Но народ страдает, потому что там мы должны помнить, что находится 3 или 4 миллиона, мы даже не понимаем, сколько граждан Украины, которые имеют право на защиту, на социальную защиту. Формально у них на руках находятся зарплатные пенсионные карточки. И они находятся на оккупированной территории, где не то, что банкомат не работает ни один, банк ни один не работает. Когда банки перестали работать, а почему они перестали работать? Ровно по той же причине, почему во время Майдана в Киеве едва не закончились деньги. Потому что когда по улицам разгуливают вооруженные люди, банки закрываются. Тем более, когда некоторые из этих людей, ну, не хочу вспоминать плохое, но у нас тоже было два ограбления банков, но сотнями Майдана, попыток ограбления. Слава богу, вовремя были пресечены тогда. В ДНР, ЛНР никто это и не думал пресекать. Они грабили сначала броневики Приватбанка, потом они грабили отделение Приватбанка. Когда там закончились деньги, они стали грабить все остальные банки. Банковская система умерла на этой территории. Они пришли в региональное управление национальную банку и выставили свой ультиматум, выдайте нам гривню. Ну, конечно, оно было закрыто на следующий день. Гривни имеют свойство наличные, тем более, кончаться. То есть, денежно-кредитное обращение отсутствует. Я в этом смысле, кстати, считаю, что время работает на Киеве. Вот мы думаем, что мы в ужасном положении, что Россия бесконечно может лить масло в огонь этой войны. А на самом-то деле, ну, неизбежно возревание недовольства, вплоть до голодных бунтов, когда у трех миллионов человек на руках нет денег. И вот у меня родственники далекие находятся в Луганской области, рассказывают совершенно страшные истории о том, как экономически сейчас существуют эти люди. Во-первых, грабят погреба друг у друга. Во-вторых, молодой парень, 17 лет, идет записываться в ЛНР солдатом, потому что ему дают банку тушенки. Он приносит ее домой, и они варят суп на всю семью с этой банки тушенки. Дедушка, бабушка, дети малые, и он, они все едят этот суп. У них больше нечего есть. То есть, он рискует своей жизнью, берет в руки автомат. Хотя он, в общем-то, ну, как бы, ну, я сейчас, конечно, не уверен в его политических убеждениях, но он не был противником Украины. Ну, этот молодой человек. Так же, как и вся их семья. Они не хотят участвовать в гражданской войне. Но это их способ сейчас, ну, выживания. Поэтому долго это продолжаться не может. Мне кажется, народ должен возненавидеть вот этих оккупационных казаков. Кто-то, ну, там же вот эти вот ужасные полевые командиры, я всех сейчас не вспомню. Но ясно, что Россия инфраструктурно, ну, не справляется даже с поставками в Крым. И мы увидим в Крыму продовольственную проблему, когда прекратится функционирование Керченской переправы. Поэтому они готовы воевать дальше, пробивать Сухопунный коридор. То, что они даже не начинали заниматься логистикой, инфраструктурой оккупированных территорий Луганской и Донецкой области. Поймите, ЛЭПы ведут там в основном Запорожской атомной. В результате всей этой стрельбы эти провода уже перебиты. Ну, там, если где-то идет ток, то это чудо. При первом же обмерзании, вот сейчас, в начале зимы, полупаются эти провода. Бригады поедут их чинить. Ну, представьте себе, такой огромный регион, сидящий без света, без тепла и без денежного обращения. Ну, это гурюжное среднее. Они привозят гуманитарную помощь, раздают пачку вермишеля на семью в неделю. Когда нет денег в регионе, то происходят вот такие вещи. У них надежда только на социалистический способ снабжения в виде гуманитарных конвоев. Или иди служить за еду. В армию иди служить за еду. Но это долго не может продолжаться. Мне кажется, люди должны вскипеть, а Украина должна уже зайти и вернуть себе контроль над этой территорией. Потому что экономики там нет и быть не может. Даже в пределе. Если Россия поддержит мощно, хотя у нее сейчас не та ситуация, и включит этот анклав в свою экономическую инфраструктуру, ну что, будет вариант Приднестровья. Только с одной разницей. В Приднестровье есть одно огромное металлургическое предприятие. И Украина дала согласие на провоз. И оно имеет право поставлять продукцию вовне. Я думаю, что ни одно предприятие, находящееся на территории так называемых ЛНР, ДНР, никогда не получит от мирового сообщества согласие. У них никто не купит даже один слябок. У них никто не купит ни одной тонны чугуна. Принципиально. Ни Украина, ни ЕС. То есть, про уголь это был все-таки фейк, что там продают уже потихонечку. Нет. Там есть какие-то банды, которые... Уголь, он же товар. Его же можно бабушке продать. Ведро, ну, за три рубля ведро или за сколько. Могут вывезти в Ростовскую область и продать просто все старушкам. То есть, эти банды, которые нечего жить, они грузят сейчас этот уголь, везут в Россию и там пытаются просто на базаре его продавать. Но это не экономика, это средневековье. Это еще одно подтверждение. Ну, вот, все-таки, важный вопрос, думаю, для всех пенсионеров, живущих там сейчас, и вообще людей, которые переезжают через какую-то линию фронта, чтобы получить свою пенсию, да? А их грабят на обратном пути. Вы знаете об этом? Ну, я слышал. Существуют маршрутки, которые ходят за 400 гривен, там, буквально 15 километров, вот через линию фронта. По 5-6 человек садятся, едут к банкомату Сбербанка, чтобы получить свои пенсии, потому что они же начислены физически. Их грабят на обратном пути, они уже не ездят в Луганск. Но, все равно, Украина туда деньги пенсионерам не может просто перечислять, да? Нет. Деньги де-факто перечисляются, но не существует банковских отделений, в которые можно зайти и получить эти деньги. Спасибо, конечно, на такой ноте грустной. Ну, ваши прогнозы с дефолтом и курсом понятны, а вот такой еще, может быть, общеполитический прогноз очень интересный. Как вы видите, разве ситуации с этими регионами и вообще с нашей внутренней жизнью? Ну, прогноз очень простой. Я надеюсь, что мы удержимся на курсе хотя бы 18. Я впечатлен тем, как, несмотря на непопулярность этих мер, народы и политику мы до конца не осознали, все-таки были сокращены все, включая многие социальные расходы, что оздоровило бюджет. Мы не были бы в таком здоровом состоянии, как сейчас, если бы еще удержали огромный дефицит бюджета. Яценюк, в отличие от Тимошенко, этого не делает. И это его, опять же, большая заслуга. К сожалению, руководство Национального банка совершает или ошибки, или правильные шаги, но с огромным опозданием, как сегодня. Потому что, если просто ввести мораторий на гривну, но не дать рынку одновременно валюты, курс не вернется туда, куда они хотят. Вот на 13.95 он не вернется. Миша, я просто теперь, почему-то, может быть, есть Арсений Петрович Яйцунюка, что-то изданное, он же финансовый гений, нужно почитать, что это труды его какие-то, если не просто настроение на изучение Яйцунюка. Ну, он написал одну книгу «Банковская тайна периода оранжевой революции». И пока все. Да. Не о нем речь. Спасибо, Михаил Кухнин, у нас в студии и продолжает трансляция Укрлайф ТВ в интернете. Спасибо.